Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наступил август. Самое время собирать урожай. Действительно, август самый урожайный месяц. Помимо урожая овощных, ягодных культур, мы начинаем с вами собирать урожай плодов. И пора пришла собирать и яблоки, начиная с ранних сортов, груши ранние, потом пойдут яблоки среднеспелые, груши среднеспелые. Заканчиваем, вернее, собирать вишни поздних сортов. Созревают у нас рябина, актинидия, ранние сорта, облепихи, слива. Только успевай собирать, заготавливать, перерабатывать. И август месяц, он такой праздничный месяц, на него преподают три спаса. 14 августа у нас медовый спас, 19 августа яблочный, а 29 у нас будет ореховый. И наша передача выходит 19 августа как раз на яблочный спас. Поздравляю всех с праздником. Это день, когда освещают плоды и считается, после этого праздника можно их употреблять активно в пищу. Хотя мы, конечно, и раньше их начинаем есть. Но медовый спас, он как бы дает точку отсчета нам для сбора урожая. Поэтому начинаем собирать, срывать. И, конечно, стараемся сделать вовремя. Потому что сбор урожая тоже дело серьезное. Нельзя подойти к яблоню, потрусить ее, потом собирать яблоки, которые упали. Нельзя собирать рано яблоки и груши. Потому что недозревшие плоды, понятно, они не будут долго храниться. Потому что они не набрали присущих сортов вкусовых качеств. А если вы, наоборот, передержите плоды на дереве, думаете, пусть они будут посочнее, покрупнее. Они перезреют. Тоже долго храниться они будут. Могут просто упасть из дерева. А дерево тоже истощается, когда на нем долго висят плоды. Поэтому собираем выборочно, вовремя, все по всем правилам. И когда собрали урожай, обязательно деревья подкормите. У них начинается активный рост корневой системы, они наращивают ее. И вообще готовятся к зиме. Для того, чтобы им хорошо перезимовать, нужно кормить. Поэтому на 1 метр квадратный приствольного круга по 4-5 килограмм перегноя, компоста, торфа, золой перемешайте. И подкормите свои приствольные круги. Так что не забывайте о подкормке плодовых деревьев. Поплагодарите их за то, что они дали вам хороший урожай. Наталья Викторовна, какие работы вы рекомендуете проводить в саду в августе? Работ действительно очень много. Это и уход за земляничными грядками, и за малиной, и за смородиной, за ягодными культурами. Кроме того, мы все поливаем, кормим, боремся с вредителями, с болезнями. И вырезаем поросли, и делаем посадочные ямы. То есть работ очень много. Ну, начнем с земляники. Мы тоже о ней забываем. После того, как она нам отдала свой урожай, мы как бы их грядки земляничные оставляем в покое. Этого делать тоже нельзя. Они требуют нашего ухода. Если мы хотим получить в следующем году хороший урожай земляники, конечно, за ними нужно ухаживать. Поэтому и рыхлим, и поливаем в августе землянику. Поливаем, не забываем, особенно если стоит сухая погода. И земляник, она как бы наращивает корневую систему после отдачи ягод. И эта корневая система, она выпирает из земли. И часто можно видеть, кустики такие наполовину торчат из земли, и на корневище волоски корневые. Если ничего не принять, эти корневые волоски засухнут. Если не засухнут от засухи, то зимой точно вымерзнут. Обязательно или окучите земляничку свою, или просто той же землей, которая на грядке. Или принесите новой земле и тоже подсыпьте. Но не засыпайте ни в коем случае ни сердечко. Просто поухаживайте за ней, так дайте ей дополнительную почву. Если этого не сделать, то теряется урожай на следующий год. Вот поэтому земляника, она очень быстро сбавляет свой урожай на следующие годы. Потому что мы не заботимся о ее корневой системе. И в августе закладываем новые посадки земляники. Если вашей грядке 4-5 лет, пора подумать о новой. И как раз в августе нужно сажать новую землянику. Потому что поздние посадки, они не успевают укорениться. Значит, на следующий год земляничка будет слабая, слабо будет свистеть, слабо урожай. Поэтому в августе крайний срок посадки, закладки новой земляничной грядки. Землю перекопали, все, внесли удобрения. Или купили новые сорта земляники, рассаду чистосортную, хороших сортов. Или, если у вас хорошая земляника своя была старая, взяли от нее вот эти укоренившиеся розетки. Откопали, посадили. Но сажаем не больше 6 растений на метр квадратный. Не частите, иначе потом горя не берешься. А за старыми посадками, конечно, убираем сухие листья на старой землянике. Сухие листья, усы обрезаем, вот эти отсветшие светоносы. То есть это все источник, разносчик болезни серой гнили. То есть ухаживаем за старыми листьями. Если они зеленые, оставляем их. Если больные, удаляем. Рыхлим, поливаем. Вот так ухаживаем за земляникой. Наталья Викторовна, какое внимание мы уделяем смородине и остальным ягодникам? Ягодники в августе месяце уже как бы заканчивают свое плодоношение. Ну, первое, дала нам урожай черная смородина. Его нужно убирать быстро. Ягода недолго висит на кусту. И когда она перезревает, ее практически трудно очень собрать. Потому что ты дотрагиваешься, она лопается в руках. Срываем черную смородину вовремя. А красная и белая недолго висят. Вот эти кисти, кисточки красной и белой смородины. Смородина, наверное, могут долго находиться на кусту. Ну, собрали уже урожай и крыжовника, и черной смородины практически. И белая, и красная уже закончили свое плодоношение. Урожай в этом году был хороший. Ягодники нас порадовали хорошим урожаем, не как в прошлом году. Их тоже нужно поблагодарить. То есть подкормить. Нужно подкормить фосфорными и калийными удобрениями. Берете 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку калия. Можете, если земля влажная после дождя, просто посыпьте под кустик и зарыхлите. Если подсыпали земля сухая, обязательно пролейте. И нельзя кормить кусты азотными удобрениями. Нельзя настойми трав, навоз нельзя вносить, потому что эти удобрения, они дадут активный рост побегов. То есть кусты будут наращивать молодые веточки. А нам это ни к чему. Нам сейчас нужно подкормить кусты, чтобы они ушли в зиму созревшими, с одревесневшими ветками. А не давали новую поруцель, которая вымерзнет обязательно зимой, и вы весной вот этот весь сушняк обрежете. И когда вы будете подкармливать, покупая калий, смотрите, не покупайте хлористый калий. Калий должен быть или сернокислый, или сульфат калия. Хлористый калий, он вреден для растений. Если вы кусты подкормите суперфосфатом и хлористым калием, все кусты сбросят листья. А без листвы кусту очень будет трудно наращивать корневую систему, закладывать почки на следующий год. Поэтому внимательно следите, какой калий вы покупаете. Наталья Викторовна, пришло ли время обратить внимание на цветники и проводим ли мы в августе в них работу? Конечно, лилии у нас уже с вами отцвели, их нужно пересадить. Хотя лилии мы пересаживаем не каждый год, достаточно это делать раз в 4-5 лет. И для этого лилия отцвела, она где-то месяц постояла с цветоносом, отдохнула, набралась сил. Затем вы их выкапываете. Выкопали, цветонос отцветший срезали, корешки глубокие подрезали, продезинфицировали в растворе марганцовки, отобрали деток, мелкие луковички лилий и готовые лилии после марганцовки сажаете на новую грядку, потому что место тоже нужно менять. Мы в августе делим пионы, потому что они тоже должны прижиться к зимовке, чтобы хорошо пойти. Корневая система заработала и они перезимовали хорошо. Поэтому наши пионы, которые в этом году так радовали цветением и ароматом, выкапываем кусты. Но выкапывать нужно вилами и копать не под самый куст, а далеко от куста. Вы знаете, какие у пионы огромные корни? Они сочные, хрупкие и очень длинные. Бывают где-то больше, чем полметра вот эти огромные корневища у него. Поэтому выкопали куст пиона, срезали вот эту всю ботву, где-то оставили побеги 10-15 сантиметров. Возьмите колышек деревянный, почистить, потому что на нем там будет много земли и всего. Почистили, можете его даже помыть, чтобы видеть, как его делить, как его резать. А режем и делим для того, чтобы омолодить кусты пионов, поделиться с соседями, посадить на другое место, привезти на работу, подарить кому-то куст пиона. Вот, когда вы сделали, почистили, очистили от грязи, помыли его водой, берите острый нож и делите этот куст на несколько деленок. Ну так, чтобы в каждой было 2-3 почки. И обработайте его марганцовкой. Срезы можно присыпать или залой, или древесным муклем. И сажайте деленочки вот эти на подготовленные грядки, подготовленные ямы. И опытные дачники многие, они в августе уже готовят посадочные ямы для того, чтобы осенью сажать деревья. Потому что осенью, в октябре месяце мы вспомнили, что нужно купить деревце, посадить, быстренько копаем яму. Посадили это дерево, не задумываемся, как ему там будет, хорошо или плохо. А если вы в августе, и возьмете, и сделаете, подготовите яму. Вы знаете, сколько вы будете сажать деревьев, 2-3 дерева. Вы сделаете, натянете веревочку на колышках, сделаете ровную границу на одинаковом расстоянии, чтобы их посадить. Выдержать между ряде, расстояние от соседа, от забора, между ними, чтобы расстояние было нормальное. И выкапываете нормальную яму, 50 на 50, и глубиной 50 сантиметров. Вот верхний слой плодородный вы выкладываете рядом с ямой. А нижний слой, неплодородный, можете разбросать там, ну, на край грядок или на приствольные круги. Потом берете или перегной, или торф, или компост, золу, перемешиваете с верхним слоем, который вы сняли. Сделаете такую рыхлую, хорошую почву и засыпаете ее в яму, так, чтобы она была прям с горкой такой. Ваша яма готова. За время, которое еще есть до посадки дерева, почва хорошо структурируется. Вот эти все компоненты, они все вступают с собой в контакт. Почва хорошая, нормальная, рыхлая. И когда вы принесете саженец, вам никакого труда не составит, там, в сентябре, в октябре, быстро выкопать вот этот хороший грунт, посадить туда свое деревце и присыпать нормальной плодородной почвой. Наталья Викторовна, может быть, в августе уже можно ослабить борьбу с сорняками и забыть о них? Ведь урожай собран, порядок наведен. Вы знаете, о сорняках как-то забывать не получается. Они все время о себе напоминают. Но в августе у нас просто нет времени, чтобы с ними бороться. Так, как мы делаем там в мае, в июне, когда еще нет урожая. В августе забот много, поэтому до сорняков как-то руки не доходят. А хочется с ними побороться и нужно. Поэтому я дам совет, как бороться с сорняками таким простым, доступным способом, не гербицидами, понятное дело. Нужно взять 9% уксус, 1 литр. Добавить туда 1 столовую ложку соли обычной. И несколько капель средства для мытья посуды, ферри. И хорошенечко все это перемешать. Налить вот эту жидкость, смесь в пульверизатор. И пройтись, опрыснуть те места, где у вас много сорняков. Но сразу предупреждаю, эта смесь, она такая гремучая. Она будет убивать и полезные растения. Поэтому этой смесью можно обработать периметр своего участка. Там, куда просто руки не доходят, а трава всегда растет. Возле подъездных путей, где у вас там стоит гараж или сарай. Там, где вроде бы и нет культурных растений, а сорняки есть. Поэтому в жаркую погоду, потому что эта смесь здесь, когда жарко, тепло, утром сделали обработку, опрыснули вот эти свои сорняки. К вечеру вы уже увидите эффект, а сорняки, они будут уже засохшие. Так что вот так можно бороться простым и доступным способом с сорняками. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова